Hallo, ich bin Leire, и в этом видео мы поговорим о глаголе «встречать» – «встречаться». Если вы с кем-то встречаетесь впервые, только с ним познакомились, то используйте глагол «kennen lernen». Его три основные формы – «kennen lernen», «leernte kennen», «kennen gelernt». Внимание, этот «kennen» отделяется. К примеру, вас могут спросить «Где ты с ним познакомилась?» Wo hast du ihn kennen gelernt? И вы говорите «Ich habe ihn in Moskau kennen gelernt». Где ты с ним познакомилась? Я с ним познакомилась в Москве. Итак, jemand den akkusativ kennen lernen – «знакомиться с кем-либо». Если же вы совершенно случайно с кем-то встретились, встретили, например, в супермаркете своего старого знакомого, то вы можете использовать глагол «beginen». Три основные формы – «beginen», «beginete», «beginet». И, внимание, хотя большинство глаголов с этим «be», с неотделяемой приставкой, требует аккузатив, но глагол «beginen» требует «dativ». И, к примеру, если я случайно встретила твою сестру, я могу сказать «Ich bin…» Внимание! «Перфект» образуемся вспомогательным глаголом «sein». «Ich bin deiner schwester begegnet». «Ich bin deiner schwester begegnet». «Я встретила твою сестру». Следующий глагол – это глагол «treffen». «Treffen» – «traf getroffen». Сильный глагол, запоминаем три основные формы. «Treffen», «traf getroffen». И этот глагол можно использовать как для запланированных встреч, так и для случайных. К примеру, вас спрашивают. «Wann hast du Max gesehen?» «Ich habe ihn gestern getroffen». «Когда ты видела Макса?» «Я его вчера встретила». «Ich habe ihn gestern getroffen». Или же «Вы встречаете с ним сегодня вечером, уже договорились, да? Итак, еще раз вас спрашивают. «Wann hast du Max gesehen?» А вы говорите. «Ich treffe ihn heute Abend». «Я сегодня с ним вечером встречаюсь». Но если вы совершенно случайно, неожиданно для себя с кем-то столкнулись, тогда вы можете этот же глагол «treffen» использовать с предлогом «auf». «Auf etwas Akkusativ» oder «auf jemanden Akkusativ treffen». Например, «Im Kino habe ich auf meinen Ex-Freund getroffen». «В кино я столкнула со своим бывшим». «Im Kino habe ich auf meinen Ex-Freund getroffen». Итак, мы запоминаем. «Treffen» – «трав getroffen» – глагол «встречаться» или «встретить jemanden Akkusativ». Но если встреча прямо-таки неожиданная, вы сталкиваетесь с кем-либо, вы также можете использовать предлог «auf», «auf jemanden Akkusativ treffen». Но если вы о встрече заранее договорились, то лучше используйте глагол «treffen». Этот же глагол «treffen» только с «сих». То есть используйте глагол возвратный «сих treffen» и уже с предлогом «мит», который всегда после себя требует «датив». И получается у нас «сих mit jemandem dativ treffen». С кем-либо встречаться. Уже заранее договорившись, да? К примеру, «Ich treffe mich heute mit Anna». «Я сегодня встречаюсь с Анной». «Ich treffe mich heute mit Anna». И вас могут спросить. «Wo treffst du dich mit Anna?» Не забываем, глагол же у нас «treffen» сильный, поэтому изменение корневой гласный. «Wo treffst du dich mit Anna?» «Ich treffe mich mit Anna vor dem Kino», перед кинотеатром. И с этим же глаголом «treffen» есть интересное выражение, которое я тоже хочу включить в это видео. Это я взяла кусочек из своего курса по немецкому языку уровня А1. И если вам интересно, то вы в любой момент можете присоединиться к этому курсу через подписку на мой Патреон за 10 долларов в месяц. Так что приглашаю на свой курс и ссылки оставлю внизу. Конечно, это глагол «встречаться», к примеру, «freunde treffen», «встречаться с друзьями», да, но иногда этот глагол переводится как «попадать», и как вы видите на картинке, это картинка с 1920 года, и это реклама Мерседеса. И здесь написано «гут getroffen», то есть, если вы выбрали Мерседес, значит, вы попали в цель. «Gut getroffen», «gut getroffen». И, кстати, если, например, удачно вас сфотографировали, вы тоже можете сказать об этом «gut getroffen». Например, «das фото ist gut getroffen». Это удачная фотография. И, к примеру, если вы идёте по улице и видите художника уличного, который сидит и рисует какую-нибудь красивую девушку, а вы заглядываете и видите, что он прям нарисовал эту девушку один в один, и вы можете тогда сказать «er hat» с глаголом «haben». «Er hat sie gut getroffen». То есть, он смог передать все черты этой девушке, то есть, он добился сходства. «Er hat sie gut getroffen». То есть, он попал в точку, да, можно сказать по-русски. Он попал в точку, то есть, он смог её нарисовать просто отлично. «Er hat sie gut getroffen». Давайте запомним и это. Также можно сказать не только о художниках, но и о скульпторах. Все, кто добивается хорошего сходства, о них можно сказать, что они gut getroffen, попали в точку. Итак, мы разобрали глаголы kennenlernen, begegnen, treffen, sich treffen. Так что, пользуйтесь этими глаголами и встречайтесь с друзьями. Всем спасибо. Tschüss!